Здравствуйте! Я Татьяна и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Приглашаю к экранам всех, кому нравятся распаковки посылок. Сегодня товар от магазина Любимый Василек. Сразу хочу сообщить, что скоро Василек переедет по новому адресу. Готовится новый сайт. И пока еще дизайн разрабатывается, можно пройти по ссылке на старый сайт. Но как только новый сайт заработает, мы обязательно вам об этом сообщим. Итак, что уже сегодня я заказала? В преддверии весны. А весна кому тянет руку? Конечно же, лету. Я зашла в раздел Панамы. Хотелось бы там оказаться давно, но как-то все вот что-то другое перебивало. Как же мне там понравилось? Как же мне там понравилось? Панамочки. Самые простые панамы из нашего детства. Панамочки из ситца. Я увидела и потеряла покой. Конечно же, заказала красную в горошек. Ну, здесь все понятно, да? У меня уже есть платочек. Красный в белый горошек. А теперь еще будет и панамочка. Обожаю главные уборы. Подобные панамки украсят женщину на море, в огороде, в саду, просто на улице. Это, ну, по мне так прелесть прелестная. Прошли-то все ровненько и аккуратненько. Не менее симпатичная и белосиняя панама. Подойдет она хоть взрослым, хоть детям, хоть мальчишкам, хоть девчонкам. Мне кажется, даже мужчина от такой панамы бы не отказала. Работающий в саду мужчина нравится? Это же прелестно, согласитесь. Ну, напишите. Вот, честно говоря, о чем, о чем, о шляпах я не думала. У меня есть одна. Она такая, цвет типа соломенный. Подходит абсолютно подо все. И много-много лет служит мне верой и правдой. Но цена на эти панамочки настолько очаровательна. Я оставлю ссылку под видео. Пройдите, посмотрите, какие есть еще расцветки. Что удержаться невозможно. Вот так вот создать настроение, да? Одной лишь только шлем-пампунькой создать себе настроение. Я как только получила посылку, сразу почему-то полезла за вот этой красной в белый горох. Ну, люблю я такую расцветку. Ничего себе поделать не могу. Люблю. И стала мерить, кривляться. И так мне все нравится, и так мне все нравится. В общем-то, занимает мало места в чемоданчике, да? И хоть в шафонерчике. Ну, действительно, везде. Везде и на отдыхе, и на работе. На лето прелесть прелестная. Какой-то даже поздняя весна, все лето и раннее осень. И верой правды будет служить это очарование нам. Если понравится, буду рада. Мне просто так и хочется воскликнуть. О, сколько нам рубашек чудных готовит милый Василек. Рубашки в Васильке прекрасны, очаровательны. Есть такой привычной нам длины, есть удлиненные. И они могут служить как туникой. Кто на что, в общем-то, да? Таким-то даже летним кардиганчиком, я думаю. Мне нравятся и удлиненные, и простые. Вот это рубашка Александра красного цвета. Перемерила я рубашек море морское Васильке. И я даже не знаю, какая мне нравится больше, какая мне нравится меньше. Здесь действительно все дело вкуса, настроения. Вот этот красный цвет, он подойдет как для блондинок, как для брюнеток, так и для шатеночек. Очень-очень выигрышная расцветка. Но она, конечно же, как я уже повторяюсь, не единственная. Можно на пуговицы, можно на распашку. Рубашка, она всегда была, есть и будет. Говорят, женщины как бы отжали рубашечки у мужчин когда-то, да? И настолько их полюбили, что возвращать не собираются. Дорогие мужчины, ну простите нам эту шалость. Пожалуйста. Скоро светлая Пасха. Большой-большой праздник. Ежегодно Василек заботится об этом заранее и предлагает нашему вниманию как полотенчики, так и салфетки, чудесные дорожки на стол, скатерочки. Вот именно с тематической такой направленностью. Честно говоря, я такие вот тематические полотенца не очень люблю. Именно новогодние там или еще какие-то, да? Мне нравятся просто полотенчики с мелким цветочком или там с каким-то узором, орнаментом геометрическим. Не раз я об этом говорила. Но в этот раз не удержалась и заказала себе вот такие милейшие полотенца. Мне хочется цыпляток желтых, но я часто на Пасху, в общем-то, среди крашенок как-то украшаю крашенки или украшаю пасхальную композицию цыплятками. Мне это очень нравится. А здесь они еще и на полотенце будут. Вот такие. Вот такие вот. Пожалуйста. Вот разные. Два полотенца я взяла. И бабочки-коробочки здесь. И травушки-муравушки. И нарцисс. Но вы знаете, весна. Прям чувствуется, что вот-вот придет весна. Покажу эти полотенца поближе, чтобы вы смогли рассмотреть. Фон. Вот этот длинной фон, да, цвет мешковины. Как же мне он нравится. Он впишется абсолютно в любой интерьер. Я говорю именно вот про этот фон. Посмотрите, какая бы ни была современная кухня. Какая бы ни была кухня там далеко не новенькая, да, в деревенском доме, в городском доме. Вот такой фон, он поддержит любой-любой интерьер, любое настроение. Это, конечно же, не единственная пасхальная тематика. Там очень много в разделе полотенца. Но я сегодня взяла вот таких веселых цыплят, чтобы они поднимали настроение. Чуть позже я продумаю, каким именно цветом я буду красить яйца. Но мой любимый, как бы, вот такой акцент. Это именно желтенький цвет с каким-то еще. Возможно, с зеленым в паре он будет. Был, я помню, желто-фиолетовым, да. А вот хочется в этот раз желто-зеленым. Вы на протяжении ролика, наверное, я так думаю, это такое верно, что стал говорить, переписываем. Полагаю, что некоторые из вас с самого начала ролика заметили новый антураж за моей спиной. Я очень люблю, так как снимаю практически в одном и том же месте, да, как-то украсть это место так, чтобы было хоть что-то по-новенькому. Так вот, за моей спиной сегодня гобелены. Тоже от любимого Василька. В прошлом видео я показывала вам светлый гобелен замечательного цвета или замечательной расцветки. Светлые гобелены появляются очень редко. А вот то, что, скажем так, и темным не назовешь, условно назовем темные гобелены, пополнились новыми расцветками. Мне это очень понравилось. И вот одна из них особо меня пленила, поэтому небольшого размера покрывала. Еще раз говорю, когда выбираем покрывало, то видим цену на именно самый маленький размер. Например, допустим, метр на полтора. Это не значит, что закажи вы другой размер, цена останется этот же. Этой же. Кликайте на тот размер, который вам нужно, например, 2 на 2,20. И, естественно, цена меняется. И одну наволочку. Сейчас я вам покажу поближе. Но сначала хочу напомнить, как замечательно эти гобелены упакованы. Не дать не взять подарочный вариант. Прекрасного, практичного, во многие, во многие дома подходящего подарка. Вот такая, на мой взгляд, замечательная расцветка. Вот такой великолепный орнамент. У многих, у многих мебель именно вот такого цвета, да? Бежево-коричневатого. И вот на однотонном диване полушечка или одинокая, или две думочки в паре. Думки, кстати, тоже продаются именно в Васильке. В прошлом ролике я вам показывала. Станут прекрасным украшением комнаты. Просто пара наволочек, да? И уже такое световое пятно в нашей комнате создает настроение. Что-то новенькое нас радует. Наволочки на молнии. Это очень удобно. Здесь наволочка черного цвета. А у белой наволочки молния белого цвета. В прошлый раз я вам показывала. И подушка-думочка. Вот цвета крем-брюле у меня тоже из Василька. Там разные расцветки. Выбирай на вкус. Декоративные подушки. Раздел. Те, кто смотрит мои распаковки давно, уже знают. А тем, кто только начинает знакомство с Васильком, я хочу рассказать, что из Гобелена любимый Василек предлагает еще и шопперы. Это такие прекрасные сумочки разных размеров. Я брала несколько сумок. Они мне нравятся от слова очень. И я уверена, что из этой новинки, Гобеленовой, скорее всего Василек тоже сошьет сумки. Мне эта расцветка очень нравится. Несмотря на то, что я сторонник именно светлых. Но для сумок, мне кажется, это даже будет более практично, что ли. Так что в разделе шопперы постоянно обновляется ассортимент. И можно выбрать то, что нравится именно Вам. Ну и, конечно же, очередная ода к постельному белью. Я обожаю заходить в раздел постельное белье. Там можно провести очень много времени. И несмотря на то, что ткани самые разные, я в основном беру бязь. Наверное, мне прельщает цена белья этой ткани. Один комплект – это пролине. Мы уже брали такой комплект. И он нам очень-очень понравился своей расцветкой. Такой лаконичностью. И в то же время уютом и красотой. И еще одно постельное белье – Мадагаскар Тигры. Хочется обратить внимание на то, что такого белья предлагается два варианта. Первый – это в черной расцветке. И второй – такой бежево-коричневой расцветке. Меня часто спрашивают, красит ли постельное белье. Так как я беру себе в основном светлые расцветки, а если темные, то это такие серо-бежевые, то у меня не красят. Именно с черным цветом я как бы соприкоснулась однажды, когда сын заказал себе белье, где на белом фоне черные звезды. Вот то белье, а именно черные звезды, они красили. Сыну попало сразу то белье, которое красит. Мне ни разу не попадалось белье, которое красит. Но я и не беру черные тона и цвета. Хотя некоторым нравятся именно они. Ну а это было все, о чем я хотела вам сегодня рассказать и что я хотела вам сегодня показать. Проходите по ссылке на сайт. Напоминаю, что скоро адрес сайта изменится. И мы увидим Василек в обновленном дизайне. Смотрите, что нравится именно вам. Побродите по всем разделам. Сайт очень хорошо организован. Запутаться там невозможно. Тем более всегда можно позвонить и получить консультацию. Ссылка будет на все соцсети, которые вы подписаны, которым вам удобно пользоваться. Я искренне благодарю Василек за предоставленную радость. И тебя, мой добрый зритель, за внимание. И наше традиционное. До новых встреч. А они обязательно будут. Субтитры создавал DimaTorzok